В оккупированном Крыму продолжается 10-е заседание суда по делу заместителя председателя Межли Сахтема Чайгоза. Суд отказал адвокатам в ходатайстве от доставки Чайгоза на заседание. Сегодня вновь опрашивали пострадавших. Первый Владимир Юшков записался в народное ополчение вечером 26 февраля. По мнению адвоката Николая Полозова, он стал потерпевшим по указанию руководства. Второй пострадавший Евгений Анохин в так называемое ополчение вступил на три дня раньше. Он заявил о том, что видел Ахтема Чайгоза на месте, но ни о какой его роли, как утверждает обвинение в организации массовых беспорядков, он утверждать не мог. Никаких призывов на русском и украинском языке он не слышал. Крымско-татарский язык он не знает. Так же, как и многие другие потерпевшие, он пострадал в результате давки. Вместе с тем, скажем так, давка затоптали его, по сути, те же участники пророссийского митинга, среди которых он находился. На вопрос, а почему участники пророссийского митинга, когда, как утверждает обвинение, начались агрессивные действия со стороны их оппонентов, просто не ушли, а продолжали там оставаться, тем самым провоцируя давку, он ответить не смог. Он знал о том, что митинг собирается пророссийский на 14 часов, но утром этого дня брат позвонил и сказал, что нужно приходить заранее. Так же он утверждает, что он видел Чубарова, видел Аксенова, которые выступали с крыльца, не призывали к каким-либо беспорядкам.